МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Белорусский китайский проект на Гомельском моторном заводе реализуется с 2012 года. По документации, которую предоставили китайские партнеры, тут выражаются скутеры, квадроциклы и так называемые срутки малой механизации. Сегодня на предприятии признаются, когда возникли проблемы с ремонтом сельскохозяйственной техники, основным видом деятельности завода. Виновата, этот проект позволил захватить коллектив. Летось два вида мопедов стали лауреатами конкурса «Товар года Республики Беларусь». Все лето тут вылучили некоторые узоры на премию у Рада у глине якости. В эту технику мы выпускаем порядка 14 моделей. В этом году освоено два мотоцикла современных, которые пользуются спросом не только на территории Республики Беларусь, но и Российская Федерация. Плюс новые виды продукции – это четыре модели квадроцикла. Основное их назначение, в первую очередь, это сельская местность. Сирот наибольши буйных проектов, которые сейчас реализуются на Гомичине, с уделом китайского капитала и китайских специалистов, бытовниство завода сульфатной целлюлозы в Светлогорске и папировой фабрики в Добрше, на этой вытворчестве тут складают великие надеи. Район, конечно, от этого выиграет. Будут большие объемы, это 200 тысяч тонн в год предполагается производство бумаги, милованной и не милованной. Создадутся новые рабочие места, там порядка 400 человек, и плюс с фабрики будут люди переведены, которые работают, которые имеют опыт. Этот год на Гомичине отметная активизация контакта с регионами Китайской Народной Республики только в последние месяцы тут принимали делегации Харбина, провинции Сычуань и Зянцзу. Минавито в этом регионе и пройдет форум с уделом представников органов оконавчей улады и деловых полов Гомичины. Як чекается, его выникам станут новые проекты, которые будут реализованы на территории области с уделом китайского капитала. Сейчас делегация Гомичинской области направлена в провинцию Дзянцзу, там состоится форум межрегиональной провинции Дзянцзу и Гомичинской области. Мы планируем презентовать потенциал нашей области, а также различные инвестиционные проекты. Планируем подписать ряд контрактов и соглашений по сотрудничеству. О Гомичинском районе з'явится памятный знак воинам-землякам, які загинули у годы Великой Айчынной войны. Сегодня у населенным пункте Чонки пройдет митинг, присвеченный его открытию. У им возьму тюдел керавництва Гомичска Харайвы-Канкама, ветераны Великой Айчынной войны, а также Гомичская областная организация Белорусский фонд Миру. У рамках митингу районная организация БРСМ проведе грамадянско-патриотичную акцию «Наш год – наш выбор». Министерство по надзвычайных ситуациях Белоруссии закликает значить, надыходячи Новый год, беспечно. Стартовала республиканская акция, мета якой – попередить надзвычайные ситуации, до яких могут провести порушения правилов пожарной безопасности. У МНС констатует, что перед новогодним период традиционно супроводжается по величением колькости пожаров и травм. Основная причина – игнорование насильницам правилов выкаристания перетехничных выработков. Акция «Беспечный Новый год» будет проходить у четыре этапы. Супрационники МНС расскажут об правилах безпеки у научных установок и установах аховы здоровья, интернатах, домах, семейного тыпа, санаториях. Об правилах выкаристания фейерверков и петард напомнят для местов их продажу. Непосредо перед святом мероприемства будут проводить у местах массового госноходжения людей. Жители нашей области будут ожидаться централизованное выступление Деда Мороза и Снегурочки, но не так, как это было привычно, они выглядели, как у нас в детстве, а, скажем так, сюрпризом от МЧС. Будут разыгрываться призы, раздаваться инструкции по правилам безопасного использования пиротехнических изделий. Можно будет сделать селфи с Дедом Морозом и Снегурочкой. До початку працы елочных кермашов засталося два тыдни, але уже зараз для сгасы Гомерской области готовы до передновогоднего гандлю. Усяго в области будут працевать каля 50 елочных кермашов, шесть з їх областным центры. А кроме того, елку можно будет набыть на новогодних кермашах, альбо звернувшися у любой лесництва в области. Даречи на Гомершчине их наличивается 177. Уже сегодня вядомые цены на галоны атрибуц свята. Новогодняя прахожунья обыдется минимуму 75 тысяч рублей, максимуму 130. У минулым годзе было продадено каля 8700 древ. У гэтым же годзе плануется продать прикладно удвоя больше. Грунтов на гомельске лесгасы подрихтовались и до сустречи с елочными браконьерами. У передновогодние дни свою рейдовую деятельность узмотнятся отделы аховы лесу. За незаконную рубку в лесах первой группы, это вот, например, все леса гомельского района, значит, штраф от 900 тысяч до 9 миллионов. В лесах второй группы до 30 базовых величин. При совершении ущерба в особо крупном размере уголовная ответственность. И у протяг темы. По коле областный центр активно рихтуется до сустречи нового 2016 года. Наши корреспонденты вырешили потекавиться у ягожих хоров и гостей, яке подарунки, они жадаются тримать у гэтая свята. Главное, чтобы от души, все равно что. Путевку в Сочи, побыть санаторией в Сочи. Шкатулку, куда можно положить браслет, ожерелье. Звонки от друзей это первое. Ну, от детей что-то. Ну, как что-то, внимания, не больше. Я бы хотела получить или ноутбук новый, или самые классные наушники. Сладости, наверное. А почему? Ну, потому что это приятно. Какого-нибудь мягкого, большого медведя, ну, потому что с ним очень хорошо спать, он такой мягкий, будет пушистый, большой. Такого материального подарка я бы не хотела. Я бы хотела, чтобы вся моя семья, я, дети и внуки были здоровы. Вот это будет самый большой подарок. На Новый год я бы хотела получить новый телефон. Я бы хотела получить на Новый год дружбу новую, чтобы было много друзей и чтобы каждый жил в мире. Хотела бы отдохнуть где-нибудь на море. У меня просто есть две книжки одного автора, Джена Грина, американского. Я бы хотела собрать всю коллекцию, у меня осталось три книжки. Самый хороший подарок это, чтобы хорошо жилось в Новом году, чтобы не было войны, близкие, родные, дети, все были здоровы, живы-здоровы. У Гомеля проходить международный дитячий конкурс «Музыка надеи». Он будет проходить на протягу четырех ден у стенах Гомельского державного колледжа Мастатства у Мяса Каловского. Конкурс собрал больше 130 удельников с пяти краин света. Это начинающие музыки с Беларуси, России, Украины, Молдовы и Эстонии. И Кепа Спяхова переодолили все попередние отборочные туры. За историю проведения музыки надеи у Гомельским колледжа Мастатства у Мяса Каловского уже выступило больше, как тысячи молодых талентов с восьми краин света. Юные юные удельники селетней конкурсной программы будут демонстрировать свое мастерство у Волода недуховыми и ударными инструментами в двух взрослых группах. Молодшие от восьми до десяти годов, старейшие от 14 до 16. Пераможцы отрымают дипломы и грошовые премии. Так само в конкурсные дни у стенах установы традиционно ладятся концерты выдатных музыков Беларуси, близких и далеких замежа, лауреатов международных конкурсов и мастер-классы от членов журы. Даречи, конкурс музыка надеи у Гомеля проводится с 1996 года. Он дозволяет демонстровать удельникам свои особистые творческие здольности, кабу вынеку открывать новые имены. У Гомельской Центральной Городской Библиотеки Мягерцена открылась выстава картин, вышитых бисером. На суджих хоров и гостей областного центра ее представила гомельский майстер Надея Шлыкова. В экспозицию вошли 13 творчих работ автора, это вышитые бисером портреты, натюрморты и пейзажи. Створением картины, которая зачаровывает свою и прохожусь глубиной сюжетов, Надея Шлыкова занимается крыху больше за год. Первой ее работой стала икона Святой Матушки Матроны, а затем автор начала освоивать и другие тематики. Как признается Надея Шлыкова, на заняток творчестью ее натхнило само життя после перенесенных ее серьезных проблем со здоровьем. Зараз карпатливому и процаемкому процессу вышивки картин бисером Жанчина просвечаю весь своевольный отпрац час. Створая их мастер по эскизах малюнков, які набываю в крамах альбо интернете. Робить это с душой, укладываючи у свои творчие работы выключено самые позитивные и добрые почутки и эмоции. Всю свою душу, всю свою доброту, всю свою хорошую позитиву. Особенно молодежные картины, когда я вышивала парень и девушку, мне такое впечатление, наша молодежь была вся добрая, вся такая жизнерадостная, чтобы они всегда были все в паре, чтобы они радовались жизни, радовались друг другу. И об надворье. На гэтым тыне у Беларуси захавается довольно теплое надворье. Вызначать его будет паудневый антициклон, таму ветер почне стихать. Однако сёня по усходе краины чекается его взмацнение порывами до 15-20 метров за секунду. На территории Гомельщины чекается переменная в облачности и переважно без западков. Ветер полношно-заходный 5-10 метров за секунду, порывы до 14-ти. В связи с измазнением ветру супрацовники МНС нагадывают автовладальникам, что не варто покидать свои транспортные сродки поблизу аварийных древ. Что тычется температурного фону, то сёня на Гомельщине ступки термометров будут показывать до 7 градусов тепла. Усерадую четверт, температура поветра в регионе максимально уздымится у ночи до плюс 3 градусов у день до плюс 5. Так само на протягу тыдня на территории Гомельской области местами будут сгущаться туманы, ночью ранятся и мягчимы слабый гололед. В выходные дни на двор язну пагоршится, празд Беларусь будут проходить атмосферные фронты с заходней Европы. Часом мягчимы опадки у выглядя мокрого снега и дождя. И на этом до новых сустречу эфиры.